Всем привет, с вами Андрей Санар. Прекрасное субботнее утро. И сейчас я нахожусь, как обычно, у Лосевских порогов. Температура воздуха минус 14 градусов. Снег, снег, зима натуральная. И при этом парящая жидкая вода. Если вы здесь не были, однозначно советую приехать в Лосево. Можно даже прямо сейчас застать эту чудесную сказочную погоду. Но приехали мы сюда не просто так. Будем испытывать три наших новинки. Казалось бы, погода совсем не для выходов на воду. Но что делать? Мы не можем запустить новинки в производство без их всесторонних испытаний. Так что сейчас в минус 14 градусов будем страдать на воде. Погнали. Ну, сейчас будем надувать лодки. Заодно и проверочка, как лодки наши выдерживают мороз. Минус 14 градусов это все-таки серьезно для надувных лодок. Посмотрим. Броня. Ну вот, лодки надуты. Идем на место испытаний. Даже необычно, что вот такой здоровенный фишкаяк можно вот так вот легко нести на руке. Потому что он сделан из ТПУ. И весит в два раза меньше, чем фишкаяк из ПВХ. А впереди несут самоотливную вегу. Итак, вот мы на месте испытаний. Тут относительно спокойная вода. Поэтому можно провести всесторонний цикл испытаний. Конечно, мы на бурную воду пойдем, но это уже вторая серия. А на заднем плане наши испытатели, они же и разработчики, готовятся к выходу на новой версии байдарки Вега. Это самоотливная байдарка Вега. Впервые такого еще не было. Самая наша популярная байдарка приобрела самоотлив. Как чувствуете себя перед испытаниями? Как Гагарин. Какая наша популярная байдарка. стоп Да ведь как быстро она идёт! Хорошо идёт! Ну чё, как байдарка? Всё как и ожидалось. Более-менее всё хорошо. Подумаем сделать ли потолще дно, чтобы грузоподъёмность была выше. Сейчас она примерно в районе 200 килограммов, грузоподъёмность рабочая. Высоко сижу, далеко гляжу. Посадка высокая. Не, ну фишкаяк фишкаяком. Прямо как обычный фишкаяк. Ну а фишкаяке было сказано много. И про его возможности, и про размер, и про вес тут фактически нечего добавить. Это тот же самый фишкаяк, только сделанный из лёгкого покрафтового материала из ТПУ. Из-за чего вся лодка весит 6 килограммов, а в полном обвесе меньше 7. Напомню, что фишкаяк Эва в полном обвесе, он уже там, вес его приближается к 11-12 килограммам. Что для пешего ношения, конечно, многовато. А вот 6-7 килограммов, это как раз вот идеально для такого вот пешего ношения. Фактически получается это большой покрафт. При этом вместительность у фишкаяка больше, чем у покрафта. Из-за того, что форма у него каячная, и кокпит длинный, объёмный, вместительный. У покрафтов всё-таки объём кокпита относительно размера лодки меньше. Надо сказать, что этот фишкаяк мы собирали несколько иным способом, нежели наши обычные покрафты. Обычные покрафты наши варятся на две стороны, на двухстороннюю ленту. А этот каяк был сначала сшит на швейной машинке, а после этого проварен лентой. А у меня с собой Maximus Ultimate Travel вариант 4-х частный. Уникальная удочка. Не часто бывает, когда в тревел-варианте делается спиннинг весьма высокого класса. А Ultimate это класс выше среднего среди спиннингов Maximus. Вообще это фишкаяк? Фишкаяк, значит он должен быть испытан рыбалкой. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Шнур обмерзает. Всё обмерзает. Ужасные условия ловли. И рыбы, наверное, здесь точно нет. Ай, смотрите на какую льдину мы сейчас напоримся. Опа! Весло отмерзло напрочь. Такая льдина на весле весит. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, лапкам-то холодно. А каячок просто супер. Одно удовольствие. Там ватерлиния хорошо защищена. А? А? Ватерлиния хорошо защищена. Опа! Да. Ватерлиния. 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 Затевния. Ватерлиния. Аплодисменты. 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 Отличная лодка. Ее можно сделать. Прекрасную лодку. Для походного варианта. С элементами в Бурнавонде. Делать упорчики, сидушку ставить по спинке, причем не отдельно, а целиком. Можно надувное или даже лучше вкладное надувное дно. Вот ты первый раз сейчас на ней прошел. Какие ощущения? Ходка. Не так, как тазики покрафтуют, крутятся на каждом грибке. Она более стабильно держит курс. Большой объем. Вообще удобство. Отстойчивость, потому что баллон большого диаметра. И в плане того, что если на ней идти бурную воду, можно сесть за счет отстойчивости, сесть повыше. Будет надувное дно, его даже не обязательно вниз опускать. Можно и с кренами работать. Вот сейчас ты сидишь довольно высоко. Да. Если сделать именно для туриста, то можно чуть ниже сесть. И все равно с кренами можно работать. То есть нормально. Вот на ней сейчас даже без всяких упоров можно вот крениться, и она кренится. То есть это хорошо. То есть мы на базе ее, скорее всего, разработаем какое-то действительно туристическое направление. Есть вариант, да. Можно даже из любого, она будет легкая, обалденная. Вот. А сейчас Дима на фиш-каяке Эва Лайт попробует проскочить Лосевский порог. Это не бурноводная байдарка, так что будет очень интересно. Ходит на валы. Афишки. Гieroинск. Дима на валы. Найденный отверстие. Да. Афишки. И открылось еще раз к полу. Очень понравился. Афишки. 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 Ну, порог он проскочил. Насколько это ему понравилось, сейчас спросим. Ну, адреналинщика я хапнул на лаву, что можно сказать. Сегодня, когда Владимир набрал всю корму, и весь вся масса ушла назад, меня просто вот так вот развернуло и так потащило. А держать крен хоть какой-то не перевернуться без упоров. Это, знаете ли, кормовой стояк я не могу делать, а с собой не могу делать. Опыта-то не хватает. Ну, вот будет такая самоотливная, по-моему, шикарная лодка. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Играет музыка. Ну вот, мы провели сегодня испытания трех наших новинок. Это Вега самоотливная, это фишкаяк Эва Лайт и это новый бурноводный Пакрафт Финт. Давайте немножечко сейчас расскажем, мы все втроем, о наших ощущениях и о перспективах этих лодок для серийного производства. Итак, начну с себя. Я катался сегодня только на фишкаяке. Это тот же самый фактический фишкаяк, как наша ПВХ-шная версия, только он в два раза легче. Он фактически в весовом классе Пакрафтов. Такой же предсказуемый, такой же быстрый, такой же удобный, такой же вместительный, как наш бестселлер фишкаяк Эва. Рекомендую его прямо вот в таком же виде к серийному производству, как рыболовный каяк. Попробовали Вегу самоотливную. Удачная конструкция. Все, что мы запланировали, все получилось. Возможно, какие-то мелкие доработки будут, но они несущественные. И фактически лодка в том виде, в котором мы ее сегодня попробовали, пойдет в серийное производство. Финт. Замечательная лодка получилась. Единственное, что действительно там с аутфитом некоторые моменты надо подправить. И будет отличный слалонный Пакрафт для бурной воды. Замечательный самоотлив и хорошо управляемая лодка. В общем, все, что от таких лодок требуется, у нее есть. По фишкой каяку. Значит, очень интересная и перспективная лодка в плане того, что можно из нее сделать замечательное туристское судно для хороших, серьезных походов длительных. И даже с элементами бурной воды. Подумаем, как это сделать наиболее оптимально. И, скорее всего, будет такая модификация этой лодки. Ну, как я понимаю, это относится к удачному очень корпусу. Да, естественно, корпус получился очень интересный. С большими, как говорил, перспективами на всякие доработки. Разные модификации разрабатывать можно с помощью этого корпуса. В общем, будем над ним работать. Ну, так как они, да, закончили фишкой ком, про то, что он будет немножечко для бурной воды. Да, соответственно, я испытал сегодня этот корпус на бурной воде. Он весьма управляем, но так как не было самотлива до определенной стадии. Во всем остальном, как бы, да, это тот же самый отличный фишкаяк Эво. Да, собственно говоря, от Тентриала, кто помнит, это моя первая лодка фишкаяк Эво. Поэтому этот корпус я люблю, как бы, да, и в любом случае считаю, что он удачен. А при таком весе, как бы, да, когда он, так сказать, за спиной не до 17 килограмм, а максимум 5 килограмм, как бы, да, это достойно. 6. 6. Таким, как бы, не жалко. Можно уже в любое дальнее озеро спокойно, как бы, ходить, облавливать, хоть в горы тащить, как бы, вполне себе достойно. И просто положить в багажник машины, да, вот такого вот сверточка, как бы, и возить с собой в виде озера пошел по рыбачкам. Что касается Веги, да, соответственно, она не потеряла своих ходовых характеристик, да, все знают, что Вега, Вега-спорт, как бы. Черт, я проговорился про секретный Вега-спорт, да? Да все знают уже про Вега-спорт. Ну, еще не все. Она удачная, она быстрая, да, если считать, там, со скоростью стафеля, сравнению с каркасниками, то в любом случае она будет впереди. Вот, единственное, что мы так подумали, что немножко добавить грузоподъемности, чтобы увеличить ваши маршруты, да, там, протяженность и так далее. Килограм на 50, и Сергей сказал, что это вообще вполне возможно, как бы, и, в принципе, это сделаем и запустим ее в серию. Потому что в новом сезоне, как бы, можно уже заказывать именно самоотливную версию. То есть вам уже не понадобится фартук, вам уже не понадобятся юбки, то есть, да, в принципе, просто полностью сухое пространство внутри воздуха. Ну, соответственно, что касается финта, опять же, многие уже читали, ругали, наоборот, восхищались этим финтом, да, что спорный корпус, как бы. Ну, я доверил Сергею, он все-таки в этом больше имеет опыта, чем я, а не мои радостные восхищения, какой он был хороший. Да, я с ним согласен, мы сделаем футболе универсален, а не под мои тощие коленочки, как бы, да, и под мой прекрасный завт. Вот, и, в принципе, после этих доработок запускаем серию, так что предзаказы есть, теперь ваша очередь. Всем спасибо за испытания и за хорошие лодки. Мне тоже спасибо. С вами был Андрей Санар, всем пока, скоро новые испытания. С вами был Игорь Негода.